МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 12 января. Вы смотрите программу День веков-хронограф. Для вас ее проведем мы. Я Юрий Смирнов. И я Юлиана Шахова. 12 января 1801 года русский император Павел I послал казаков на завоевание английских владений в Индии. В этот день атаману войска Донского генерала от кавалерии Орлову первому послано было несколько рескриптов, в которых ему поручалось двигаться прямо через Бухарию и Хиву на реку Индус и на заведения английские по ней лежащие. Приказы не обсуждаются, и казаки пошли, преодолевая в день по 30-40 верст. Отряду пришлось очень тяжело, но они, оказывается, были не одиноки. 35 тысяч французской пехоты с артиллерией во главе с одним из лучших французских генералов Массена должны были двинуться туда же, по Дунаю, через Черное море, Таганрог, Царицын, Астрахань. А в Устье Волги французы должны были соединиться с 35-тысячной русской армией, это не считая того казачьего войска, которое своим путем шло через Бухарию. Это был встречный план другого императора, Наполеона Бонапарта, решившего сокрушить индийское владение непримиримого его врага Англии. Впрочем, планам российского императора Павла I не суждено было сбыться, его убили. А следующий государь Александр Павлович казаков вернул домой. Так эта история и кончилась. Сегодня 12 января, вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Теперь мы расскажем вам о событиях за рубежом в давние времена. 12 января 29 года до нашей эры по решению Римского Сената закрылись двери храма Януса в Риме в знак окончания продолжавшихся почти 100 лет гражданских войн. Первый храм Януса был воздвигнут по преданию царем Нумы и Помпилием. Когда принималось решение объявления войны, царь или консул отпирал ключом тяжелые двойные дубовые двери храма, украшенные золотом и слоновой костью, и перед ликами Януса под арками проходили отравлявшиеся на войну бывалые солдаты и юноши, впервые взявшие оружие. В продолжении всей войны ворота храма стояли открытыми. Когда заключался мир, то вернувшиеся войска вновь проходили перед статуей Бога, и храм вновь запирался на ключ. В том году двери храма были закрыты лишь в третий раз в римской истории. Янус – бог дверей входа и выхода. Под покровительством Януса находились все двери – частного дома, храма богов или ворота городских стен. А так как он вел счет дням, месяцам и годам, то на пальцах его правой руки было начертано число ССС, а на левой – ЛХВ, что в сумме означало число дней года. Янус был также патроном дорог и путников и почитался среди итальянских моряков, веривших, что именно он научил людей строить первые корабли. Позже он стал богом всякого начала и конца жизни. По имени Януса назван первый месяц года – январь. 12 января 1773 года английский мореплаватель Джеймс Кук первым в мире пересек Южный Полярный Круг. Это произошло во время его второй экспедиции – 1772-75 годов. На двух судах – шлюпе Резольюшин и барке Эдвенчер – была организована экспедиция с целью поисков Южного Материка и обследования островов Новой Зеландии и других. В январе 1773 года Кук впервые в истории мореплавания пересек Южный Полярный Круг 40 градусов восточной долготы и зашел на 66-й градус Южной Широты. Летом 1773 года еще дважды безуспешно Кук пытался искать Южный Материк, дойдя до 71 градуса 10 минут Южной Широты. Несмотря на убежденность в наличии близ полюса суши, Кук отказался от последующих попыток, считая невозможным из-за скопления льдов дальнейшее плавание к югу. В Тихом океане он обнаружил острова Новая Каледония, Норфолд и ряд атоллов. В Южном Ледовитом, Южную Георгию и землю Сандвича, Южные Сандвичевы острова. Кук первый встретил и описал плоские айсберги, нареченные им ледяными островами. 12 января 1943 года в ходе Великой Отечественной войны началась операция «Искра», завершившаяся неделю спустя прорывом блокады Ленинграда. Как пишут военные историки, 12 января в 9 часов 30 минут началась артиллерийская, а в полосе Волховского фронта и авиационная подготовка. В 11 часов 45 минут, когда огонь артиллерии Ленинградского фронта достиг наивысшего напряжения, на лед Невы спустились штурмовые группы и группы разграждения и стремительно бросились к противоположному бегу. В 11 часов 50 минут после последнего залпа гвардейских минометов на лед вышли стрелковые цепи дивизии 1-го эшелона. Под прикрытием огня орудий прямой наводки и ударов самолетов 13-й воздушной армии они шли через Неву. Штурмовые группы и группы разграждения стремительным броском за 4 минуты преодолели открытое ледяное пространство Невы и с помощью металлических кошек, багров, лестниц и веревок поднялись на ледяной скат противоположного берега и ворвались в траншеи врага. Завязался ожесточенный рукопашный бой. Главные силы 136-й стрелковой дивизии шли на штурм под звуки интернационала, исполнявшегося духовым оркестром. Наступательный порыв был так велик, что даже раненые бойцы не покидали боевых порядков и продолжали идти вперед. Командир 268-й стрелковой дивизии Щеглов писал об этом так. «Падали убитые, а раненые, те, кто не мог стоять на ногах, ползком, напрягая последние силы, старались помочь товарищам. Казалось, вся боль Ленинграда, вся его ненависть к врагу клокочет в сердцах этих героев, и нет такой силы, которая могла бы их остановить». Жаркие бои развернулись и в полосе Волховского фронта. Части 327-й стрелковой дивизии за 7 минут до конца артиллерийской подготовки дружно бросились в атаку. Преодолев дерево-земляной вал, атакующие ворвались во вражеские траншеи, когда противник еще не успел прийти в себя от ударов советской артиллерии. Массовый героизм проявляли советские воины и на этом направлении. В бою за деревню Липку бессмертный подвиг совершил старший лейтенант Богдан. Его подразделение достигло окраины деревни, когда неожиданно почти рядом застрочил вражеский пулемет из хорошо замаскированного «Дзота». Опытный офицер понял, что огонь фашистов может вывести из строя всех его бойцов. Не раздумывая, Богдан поднялся во весь рост и закрыл своим телом амбразуру «Дзота». Также закрыл амбразуру вражеского «Дзота» в связи с 136-й стрелковой дивизией «Молодцов». В первый день операции соединение 67-й армии, преодолев реку Неву, захватили плацтарм глубиной до 3-х километров. Соединения 2-й ударной армии вклинились в оборону противника на 1-3 километра. Существенную помощь наступавшим войскам оказывали артиллерия и авиация, в том числе береговые батареи и корабельная артиллерия Краснознаменного Балтийского флота. В течение следующих суток войска закреплялись на захваченных рубежах. 12 января 1955 года в Казахстан прибыли первые строители будущего космодрома Байконур. На станцию Тюра там, в переводе «священное место», что в Казахстане, прибыло подразделение военных строителей во главе с лейтенантом Игорем Николаевичем Денежкиным для подготовки мест под размещение строительных отрядов. Строительство, естественно, было засекречено. Возводимый космодром имел свой код – тайга. Как же, спрашивается, он стал Байконуром? Наверное, не все знают, что тогда, как говорится, для отвода глаз одновременно начали строить мнимый полигон на северных отрогах хребта Алатау, неподалеку от поселка Бойконыр. Или по-русски Байконур. Все там было бутафорское, включая макет стартовых устройств. Все, кроме охраны. Причем во всех сообщениях о запусках космических аппаратов указывался именно Байконур. И постепенно как-то само собой получилось, что это название сроднилось с настоящим космодромом. А когда в августе 1957 года надо было опубликовать сообщение о том, что создана межконтинентальная баллистическая ракета, то по законам, утвержденным Организацией Объединенных Наций, надо было произвести регистрацию с указанием даты, времени и места пуска. А секретность как же? Назвать первое попавшееся место нельзя. Американцы шум поднимут, ведь траекторию полета ракеты засечь можно. А там и до точки выключения двигателей добраться. Вот и решили дать в сообщении ТАСС эту самую точку. Находилась она в 250 километрах от места запуска. Это был Байконур. Байконур стал нашим ответом на гонку ракетных вооружений. Удачный четвертый по счету запуск межконтинентальной баллистической ракеты означал утрату неуязвимости и недосягаемости США. О запуске первого в мире искусственного спутника Земли короче всех и лучше всех сказал Сергей Павлович Королев. Дорога в космос открыта. А старт Юрия Гагарина по признанию всех международных экспертов бесспорно стал важнейшей датой ушедшего века. Редактор субтитров А.Семкин